Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта CBG.ru. Меня зовут Елизавета. Сегодня мы с вами будем готовиться к сдаче ЕГЭ по математике. Несколько слов о структуре занятий. Занятие длится 40-60 минут. Вы получаете задания и время на их решение. В чате справа вы можете писать правильный ответ и ход решения. Все задания будут разбираться и вы всегда сможете проверить правильность своего решения. Правила комментария в чате справа. Мы ждем ваши ответы. Если вы решаете быстрее, пишите не только ответ, но и ход решения. Важно, если вы что-то не поняли, не успели или видите явную ошибку, напишите вопрос. Однако не стоит писать сообщение не по теме занятия. Любые вопросы, не касающиеся рассматриваемой темы, будут удаляться. После трех удалений сообщения, написанных не по теме, участника добавляют в черный список, и вы больше не сможете писать в чате справа. Будьте сдержаны и вежливы к другим слушателям. Спасибо! Чтобы быть в курсе следующих занятий, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com.cbg. А если вы пропустили какое-то занятие, вы всегда сможете посмотреть его запись на нашем канале на YouTube. На него я тоже рекомендую вам подписаться. Итак, начнем наше занятие. Сегодня мы будем с вами решать текстовые задачи. Первое задание. 3 килограмма яблок стоят столько же, сколько 4 килограмма бананов. На сколько процентов 10 килограммов бананов дешевле 10 килограммов яблок. У вас есть время, чтобы решить самим. Итак, еще у нас никто не решил. Давайте вместе. Так как 3 килограмма яблок стоят столько же, сколько и 4 килограммов бананов, мы можем их стоимость обозначить одной буквой. То есть 3 килограмма яблок равно 4 килограмму бананов. И пусть это равно у нас х. Тогда 1 килограмм яблок равно х, деленное на 3. А 1 килограмм бананов равен х, деленное на 4. Тогда 10 килограммов бананов равно 10 умножить на х, деленное на 4. 4. Сокращаем. И у нас получается 5х, деленное на 2. 10 килограмм яблок равно 10 умножить на х, деленное на 3. Теперь составим пропорцию. 10 килограмм яблок – это у нас 100%. А 10 килограмм бананов – это у нас Y%. По свойству пропорции мы перемножаем, тогда у нас Y равняется 5х умножить на 100%. 10 килограмм яблок – это у нас 10 килограмм. 10 килограмм бананов дешевле 100 килограмм яблок. Получается 100% минус 75% равно 25%. Ответ 25%. А сейчас прервемся на 5-минутный перерыв. Итак, мы с вами продолжаем решать наши задачки. Итак, следующая задача у нас на производительность. Условия задачи. Игорь и Паша красят забор за 40 часов. Паша и Володя красят этот же забор за 48 часов. А Володя и Игорь за 60 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроем? Жду ваших решений. Итак, кто-нибудь уже решил задачу? Хорошо. Мы тогда будем разбирать задачу. Обозначим за х часов время, за которое забор покрасит Игорь. за Y часов время Паши, а за Z часов время Володи. Итак, кто-то верно решил задачу, Кристина. Сейчас мы ее разберем подробно. Так, далее. Всю работу мы возьмем равную единице. Тогда производительность труда каждого мальчика. То есть, соответственно, Y будет равна единице делить на х. Паши единица делить на у. Володя единица делить на z. Единица делить на х плюс единица делить на у. Это у нас часть работы, которую выполняют за час Игорь и Паша. Единица делить на единица делить на х плюс единица делить на у. Это время, которое потребуется Игорю и Паше на покраску забора. Ну, по условию задачи им необходимо 40 часов на покраску забора. Следовательно, мы получаем первое уравнение. Единица делить на х плюс единица делить на у равно единица делить на 40. Аналогично получаем два других уравнения. То есть, единица делить на у плюс единица делить на z равно единица делить на 48. Следующее. Единица делить на z плюс единица делить на х равно единица делить на 60. Получили систему из трех уравнений с тремя переменами. Складываем все три уравнения. Получаем 2 умножить на единица делить на х плюс 2 умножить на единица делить на у плюс 2 умножить на единица делить на z равно 1,40 плюс 1,48 плюс 1,60. В правой части приведем к общему знаменателю и разделим обе части на 2. Получим единица делить на х плюс единица делить на у плюс единица делить на z равно Если мы приведем к общему знаменателю здесь, это будет 240 и еще умножить на 2 получим 480 знаменателей. Здесь дополнительный множитель у нас 6, здесь 5, здесь 4. Сложим 6 плюс 5 плюс 4, получим 15. Сократим дробь. Получим единица делить на х плюс единица делить на у плюс единица делить на z равно 1,32. Итак, ответ 32 часа потребуется мальчикам, если они будут работать вместе. Если есть вопросы, вы можете их задать. Что именно вам непонятно, Алексей? Итак, смотрите, с самого начала начнем. Х часов – это время, которое потребуется Игорю на покраску забора. Y часов – это время, которое потребуется Паше, а Z часов – для Володи. За единицу мы взяли всю работу и нашли производительность каждого. Единица делить на х, единица делить на у, единица делить на z. Единица делить на х плюс единица делить на у – это будет время, которое потребуется… А, нет, извините, это будет работа, которую выполнят за 1 час Игорь и Паша. То есть, следовательно… Почему мы взяли работу за единицу? Потому что обычно так делают в школе. И, надеюсь, вам объясняли ваши учителя, что единица обозначает, что нечто целое. И по этой схеме мы составляем вот эти части наших уравнений. Получаем систему. Есть еще вопросы? Если вопросов нет, мы сделаем небольшую паузу и продолжим. Продолжим. Так, решим задачу. Катер проходит против течения реки до пункта назначения 120 км. И после непродолжительной стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость катера в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км в час. Стоянка длится 20 минут, а в пункт отправления катер возвращается через 17 часов после отплытия от него. Ответ дать в километрах в час. Начнем решать. Так, пусть х км в час – это скорость катера. Тогда х плюс 3 – это скорость по течению. А х минус 3 – это скорость против течения. Тогда у нас получится такое уравнение. 120 делить на х плюс 3 плюс 120 делить на х минус 3 плюс 1 третье равняется 17. Решим это уравнение. Приведем к общему знаменателю. Первую дробь нам надо будет намножить на 3 умножим на х минус 3. Вторую на 3 умножить на х плюс 3. Третью на х плюс 3 умножить на х минус 3. Так, теперь домножим. Это будет 3 умножить на х минус 3 умножить на 120 плюс 3 умножить на х плюс 3 умножить на 120. И плюс плюс 360 умножить на х плюс 3. Плюс х квадрате минус 9. В знаменателе будет 3 умножить на х квадрате минус 9 уравнение 17. Теперь домножим на 3 умноженное на х в квадрате минус 9 У нас получится 360 умноженное на х минус 3 Плюс 360 умноженное на х плюс 3 Плюс х в квадрате минус 9 Равняется 17 умножить на 3 У нас есть правильный ответ Анастасия ответила правильно Умножить на х в квадрате минус 9 Переносим это все в одну часть Это будет Минус 51х в квадрате Плюс 459 Минус 720х Плюс 720х Плюс х минус 9 Х в квадрате минус 9 Равно нулю Так Минус 50х в квадрате Плюс 720х Минус Ой плюс 450 Равняется 0 Сократим 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 На 10 Это будет Минус 5 На минус 10 Сократим Значит у нас будет Плюс 5х в квадрате Минус 72х Минус 45 Равняется 0 Дискриминант Равен 72 в квадрате Минус 72 в квадрате Минус 4 Множить на 5 Множить на минус 45 Это равно 5184 Плюс 900 Получается 6084 А это 78 в квадрате Минус 1 Оно равно Это будет 72 Минус 78 Деленое на 10 Это будет Минус 6 Десятых У нас скорость У нас не может быть Отрисательной Поэтому Это не подходит Находим Х2 Это будет 72 Плюс 78 Деленое на 10 150 Деленое на 10 Равно 15 Ответ Равно 15 Большое спасибо За внимание Вы самые лучшие Слушатели На сегодня Наше занятие Подошло к концу Чтобы быть в курсе Актуального Расписания Занятий На Себегэ.ру Пожалуйста Вступайте в нашу группу Вконтакте Вк.ком Слэш Себегэ Также Советуем Подписаться На почтовую Рассылку Это можно сделать На главной странице Себегэ.ру Чтобы поддержать Проект Расскажите о нем Своим друзьям Одноклассникам Проще всего Это сделать С помощью баннера Сверху Пожалуйста Помогите проекту Нажмите кнопку Поделиться И разместите Информационное Сообщение О нашем проекте На своей странице Вконтакте Чтобы проект Оставался бесплатным И мы смогли Подключить Новых преподавателей Нам очень нужна Ваша информационная Поддержка Следующее занятие Моя математика Состоится В 14.00 30.00 До встречи На следующем занятии До свидания Продолжение следует...